Всем привет! Начнем видео про аромат. У меня новый аромат. Несмотря на то, что я все-таки больше рассказываю о косметике и о выходе, больше всего любят именно ароматы. Я тоже стала их теперь любить. Посылочка была с рандеву. Это магазин, где можно приобрести парфюмерию по выгодным ценам. И у меня долгожданная Марфа. Красивая тяжелая упаковка. Это мемо. А парфюм называется Марфа. Только это не имя. Вернее, может быть, даже имя, только имя города. Город в Техасе. Называется Марфа. Давайте его откроем. Сначала покажу, что это красивая прикольная коробка. Здесь вот буковка М. Здесь написано мемо. Посмотрите, какая она красивая. Это все серая кожа. Здесь просто открыточка. И вот, на самом деле, такая открытка, где есть небольшое описание самого аромата. Можно даже подписать. Здесь описана пирамида. Но я обычно не говорю ничего про пирамиды. Давайте откроем. Вот. На таком пьедестале золотом стоит красивая Марфа. Увесистый флакончик. Я очень люблю тяжелые флаконы, тяжелую косметику. Все это такой тяжелый. И опять-таки, мое любимое сочетание. Я не специально это делаю, но так получается, что опять черный и опять золото. И вот такой красивый глаз. Здесь их много, но вот этот самый заметный, конечно. Тугая крышка. И здесь тоже буковка М. И еще звезда. Естественно, сегодня я в них. Этот аромат появился у меня ко дню рождения. Вообще, я думаю, что все ароматы должны появляться не просто так. И я люблю изучить в ароматах это особенно приятно и нужно. Историю этого аромата. Как он создавался. Как его описывают. И у меня этот аромат, потому что сейчас я жажду путешествия. Я очень хочу путешествовать. И этот аромат мне в этом поможет. Потому что я уже сказала, что Марфа это город в Техасе. Это маленький городок. И там так красиво описано, что аромат Тубироза разлит по всему этому городу. Мне представляются такие маленькие улочки. Почему-то больше мне представляется какой-то итальянский городок. Светлый, много цветов. Потому что этот аромат именно такой. Если вы его слушали, наверное, вы согласитесь, что он чарующий. Он очень не похож ни на какие другие ароматы. Он такой отдельный от всех. Он поднимающий настроение. Настроенческий аромат на самом деле. Потому что если у вас будет плохое настроение, он вас обнимет. И вам станет хорошо. Он жизнерадостный. Он сначала как будто немного сладкий. Потом открывается так мягко. Столько цветов. Мне очень сложно описывать ароматы, когда они мне нравятся. Потому что я столько всего чувствую. Он достаточно прямой. Это, наверное, странно, что я скажу. Прямой и много граней в аромате. Но я так чувствую, что вот этой своей прямотой. А там внутри много-много всего. И вот он у вас убаюкивает. Может быть, вечером, а утром пробуждает. Вот такой вот он совершенно разный. Совершенно не похожий ни на какие другие ароматы. Вообще, я советую вам познакомиться с этой маркой. Майма поближе. Потому что у них очень много красивых шлейфовых ароматов. Этот аромат тоже шлейфовый. И вас обязательно заметят. Можете не сомневаться. И он на любое время года. Вот мне кажется, он абсолютно везде будет уместен. Неординарный, необычный аромат. Но неординарный не в том смысле, что он кому-то может вообще прям не понравиться. А кому-то понравится. Ну, ароматы все такие. Но есть, согласитесь, именно очень жесткие ароматы. Которые вот либо да, либо нет. Этот не такой. Он такой играющий. И в конце концов, мне кажется, он завоюет все сердца. Абсолютно не острый. Абсолютно никого не заденет. То есть, если вы сравните аромат, как если вы идете в толпе. И этот аромат просто будет вот так проскальзывать между всеми. Он никого не заденет. Не будет такого, что раз задели плечо. Это нежный, абсолютный аромат. Вот такие у меня ощущения с ним. И, конечно, вот именно тяга к путешествию. К новому, ко всему. Очень на него надеюсь в этом смысле. Присмотритесь еще к французской коже. Я хотела, думала, сомневалась между Марфой и французской кожей. Но все-таки путешествие мне привлекли на сторону Марфы. Там есть много разной кожи. Африканская кожа. Тоже послушайте. Еще хвалят Кеду. Кеду, по-моему, называется так. Но я его не слушала. Вот нужно мне тоже обязательно послушать, что это за аромат такой. Наверное, мои описания не похожи вообще ни на чьи. Потому что я не читаю пирамиды. Мне вот то, что слышится, то я и говорю. И у меня здесь слышится печеное яблоко даже. Знаете, аромат печеного яблока? Это такой вкусный, приятный аромат. А еще это яблоко в цветах как будто. Может быть, если бы яблоки пекли в саду. И вот в весеннем саду вы слышали бы аромат цветов. Тепло костра. И аромат печеных яблок. Примерно вот такой аромат. И он по-разному раскрывается. Все время вы его слышите. Но он все время приятный. Здесь нет никаких жестких нот. Он абсолютно мягкий. Никаких острых углов. И когда я говорю о многогранности, я говорю именно о вот этой цветы. Сменяются теплотой. Вот такая многогранность. Этот аромат для меня, по крайней мере, сейчас один из самых любимых и самых красивых. Настолько он родной. Вы знаете, он такой теплый, такой мягкий и благородный, качественный, дорогой, бездевочный аромат. Вот на самом деле мы с ним как будто породнились. Это хорошо, что я выбрала именно его. Хотя, может быть, он меня выбрал. Мне кажется, ароматы все-таки тоже нас выбирают. Рекурмой. Вы знаете, я смотрю вот здесь на этой открытке нарисован мандарин. То есть в Арамеде есть мандарин. Но я скажу так, что я слышу не тот мандарин, который знаем на Новый год. Это ощущение от этого мандарина не такой. Это именно кожура мандарина. И причем немного опаленная солнцем. Вообще все, что попадает в этот аромат, как будто округляется. То есть если это мандарин, то это кожура именно под солнцем. Если уже, как я говорила про яблоки, то это яблоки на костре. Цветы тоже под солнцем. В общем, все приобретает более благородное, более мягкое звучание. Вот такой этот парфюм. Все, что в него попадает, становится таким мягким, приобретает более круглые формы. Наверное, еще и тот человек, который выносит, тоже становится мягче. Вот такой этот парфюм. Станете таким мягким окошечком, когда будете его носить. Никогда не думала, что я буду такой поклонницей ароматов, что у меня будет так много их. Про косметику, да, но я тоже никогда не думала. Но, по крайней мере, я к этому шла, и я всегда этого хотела. Но парфюм я вообще никогда не думала. И вдруг я так его полюбила. Это очень для меня, конечно, удивительно. Я открыла себя как будто с другой стороны. Давайте перейдем теперь к другому. Я очень хотела показать, снять это видео именно до Нового года. И чтобы у вас еще осталось какое-то время для заказа. Потому что, мне кажется, я нашла кое-что интересное. Сейчас вам покажу. Вот. Это такой набор, который делать. Я уже говорила, что это с сайта Рандеву. И вот видите, покажу поближе, написано Рандеву. У меня избранные селективные ароматы для нее. Вот видите, какая коробочка. Я оставлю вам ссылку конкретно на мою коробочку. И еще на все остальные. Называются они Аромабоксы. Можете выбрать себе другой. Вот видите, у меня номер один. Они разные. У меня именно селективные ароматы для нее. Там можно выбрать любые. Есть для него, есть для нее. Есть новинки 19-го года. В общем, совершенно разные. Есть люкс. Кажется, да, люкс тоже есть. И есть ниша. Их много разных. Вы можете выбрать свою коробочку. Просто мне кажется, что такой подарок под елочкой обязательно оценит каждый человек. Это очень приятно получить. Кроме того, смотрите, как оформлена эта коробочка. То есть здесь нет именно новогодней тематики. Вы можете подарить абсолютно на любой праздник. И после Нового года, или День рождения чьей-то, или 14 февраля, и уже скоро 8 марта. Время так быстро летит. И 23 февраля. В общем, на любой праздник будет актуально. Давайте откроем. Вот. Посмотрите. Здесь 8 ароматов по 1,5, кажется. Да, 1,5 миллилитров. Это чудесная возможность познакомиться с разными ароматами. Вот так вот запросто. Еще и в таком красивом оформлении. Согласитесь, если вы будете дарить вот просто такой подробничек вот это, это как-то не так. А вот когда вот именно так дарите, то это презентабельно. Я скажу, какие ароматы у меня. Это Амуаж Хонор. У меня уже есть большой флакон. Есть крем для тела также. И теперь у меня будет маленький. Я когда выбирала, подумала, хорошо, я буду носить его в сумочке. Потому что огромный флакон в сумку, ну, никак. Он, конечно, поместится, но носить его будет тяжело. Потом Байрайда, африканский бал. Ну, об этом аромате говорят все. Я всегда слышала этот африканский бал. Думала, что же там такое, что за парфюм. Оказалось, что я очень часто его в городе встречала. На многих он был. И я не знала просто, что он так называется. Знаете, как музыка. Когда ты слышишь ее, ты ее знаешь, но не знаешь, кто исполняет. И потом так узнала нечаянно. Думаю, что я же хорошо знаю этого исполнителя. Вот и здесь у меня так же произошло. Очень, кстати, неплохой аромат. Послушайте его. Но только если вы не боитесь попсовых ароматов. Попсовый я имею в виду то, что он у многих. Если вы этого не боитесь, обязательно. Но он заслуживает внимания. Следующий аромат тоже очень известный. Вообще у меня здесь просто все хиты. Это их с Нилом. Плёр наркотик. Тоже абсолютный хит. И сколько? Года три, наверное, назад. Он просто был. Опять же, как музыка сравню. Если музыка бывает из всех окон, из всех машин. И на всех дискотеках, и на радио. То этот аромат был тоже абсолютно на всех. И было очень много и каких-то созвучных ароматов. Все хотели именно иметь этот наркотик. Действительно, как наркотик. Все, наверное, кроме меня. Я его услышала только на своей подруге. И интересная вот такая особенность. На ней он был очень сладким. Просто вот приторным даже, я бы сказала. Слишком сладким. И таким тяжелым. Я именно душилась и думаю, что-то он вообще не похож на тот аромат, который я слышала от нее. На мне он более свежий, более легкий. Правда, через какое-то время, где-то часа через два, он только вот так присел и стал показывать ту сладость, которая была на ней. Но и то не в той концентрации. Это полегче. Вот такая странная особенность. Я, знаете, замечаю, что многие ароматы совершенно по-разному звучат на разных людях. Почему-то говорили так про молекулу, но молекула для меня однозначно. Кстати, есть бокс молекулы там все. Тоже очень интересный бокс. Я люблю молекулы. Я их узнаю почти всегда на всех. А вот этот аромат, видите, совершенно другой. Вообще много ароматов есть, которые я, ну, никак не узнаю на ком-то. Интересно. Поэтому всегда советую не покупать ароматы просто чьих-то слов. Обязательно их носите на себе, потому что мы можем даже просто послушать. Вот, например, свою Марфу, когда я просто вот так послушала, я подумала, ну, так неплохой, нехороший. А потом, когда я его так нанесла, поносила, я подумала, какой ты красивый. Даже на блотере уже поняла, что он очень красивый. Вот видите, как бывает, нужно обязательно носить. Следующий аромат это Тициана Терензи Кирке. Кирке или Кирке. Этот аромат пока я еще не поносила. Я просто вот так его послушала, но я о нем не буду говорить, потому что это не то мнение. Я потом лучше вам расскажу в следующих видео, что я думаю о нем. Пока я могу сказать, что он такой сладенький. Потом Крит. Love and White Woman. Тоже его не носила. Потом Кокаин. Friend Buckley. Этот аромат тоже один из таких популярных ароматов, которые просто все полюбили. Все сходили по нему с ума. Наверное, точно так же в той же степени, что и по флюору наркотику. Очень он популярный. Неплохой аромат, кстати. Неплохой. Но немножко немой. Но я с ним тоже не расстанусь. Буду его носить сама. Вообще, вот мне здесь все нравится. Кроме одного аромата. Сейчас скажу, какого мы на него дойдем. Те, кто меня знают хорошо, наверное, уже знают какой-то аромат. Потом Francis Kruijan. Baccarat Rouge 540. Но не экстракт. Я люблю экстракт. Это просто обычная первая версия. Но что могу сказать? Он тоже очень даже неплох. Ну, я его и знала. И его, наверное, все знают. И не стоит описывать. Для меня это приятный аромат. Очень ягодный. Но кто-то называет его аптечным. Я аптеки там не слышу. Кроме одного раза. Было такое у меня, что я где-то услышала от себя же. Когда, кстати, надошелась, подумала. Так, слышу аптеку впервые. Но это быстро прошло. Это была холодная погода. Может быть, как-то на погоду весной и летом я просто обожаю этот аромат. Несмотря на то, что он тоже такой попсовый, что его носят все. Мне все равно. Я его тоже люблю. Ну и мой нелюбимый. Я искала наборы, где нет этого парфюма. Но он был везде почти. Вот это Montal Rose Muscwoman. Я даже его боюсь послушать. Ну, я слушала все их. И мне ни один не нравится. Я уже говорила. Я вообще не люблю абсолютно ни один Montal. Несмотря на то, что там есть какие-то дужки, переливы. Там есть какая-то одна такая нить тонкая, на что насажены все ароматы. Эта нить для меня называется ацетон. И все они для меня пахнут ужасно сильно ацетоном. Когда я так говорю, некоторые так обижаются, как будто не может быть такого мнения. Вот, кстати, тоже блогерство какое. Когда ты говоришь о том, что... Ну, ты говоришь правду. То, что тебе не нравится что-то. Кто-то обижается. Получается, нужно как? Все-таки врать? Или что? Ну, ладно. Но это еще не все. Мне еще дали вот такие пробнички положили. Смотрите. Это Ajmal. Ambra Pimenta. Вот. Красивые флакончики. Что-то захотела. Что-то такое. Полосочку. Вот так выглядит этот флакончик. Мне он тоже понравился. Он, знаете, такой тоненький. Мужской как будто. Хотя, кажется, это унисекс. Сейчас все ароматы почти унисекс. Мне напоминают мужские ароматы. Боюсь, что на меня кто-то обидится. Но я скажу, что он мне напоминает. Вон, табак где-то. Немножко даже ирис напоминает. На и фарентийский. Зейну. Ну, в общем, интересный. Я чаще всего в нем сплю. Почему-то мне понравилось в нем спать. Такой он тоненький. Такой как будто рядом. Просто вот он рядом. Не на тебе. Интересный аромат. И еще вот этот. Аромат эйфория. Кэн Клянь. Все его знают. Дип эйфория. Такой парфюм. Тоже подарок. Это люкс уже. Он меня прямо унес. Куда-то далеко. Далеко. Вот в те ароматы, которые я слушала когда-то. Вот такой интересный аромат из прошлого. Мне показался нестойким, кстати. Остальные очень стойкие ароматы. Шлейфовые, красивые. На одном дыхании все рассказала вам. Потому что очень нравится все. Давайте теперь все-таки еще перейдем к чему. Потому что у меня есть новинки. Я купила себе карандаш для губ. Вот. Скоро будет видео. Наверное, вот совсем-совсем скоро. А карандаша для губ. Это упаковка от карандаша 5 Маград. Наверное, вы уже все поняли. Это такая красота. Это напоминает мне пластинки виниловые. Открываем. Вот так. У меня оттенок БАФ 303. Вот. И внутри карандаш и точилка. Вот. Я уже поточила, кстати. Очень понравилась точилка. Карандаш. Вот такой красивый, красивый, насыщенный черный цвет. Такой же, как и у Виктории Бэком, которую я хвалила. Оттенок немного более теплый, чем я ожидала. Но мне было это не важно. Потому что у меня есть разные оттенки помад. И подумала, это тоже будет нормально. Мне подойдет. Ну, хорошо было бы, если, конечно, он был бы более розовым. Вот такой карандаш. Это нюк теплый. Очень понравился. Я думаю, что он у меня будет наряду с Викторией Бэком. Единственное, что мне не понравилось, конечно, это то, что корпус не деревянный. Но все остальное хорошее. Может быть, я даже решусь. Все карандаши выброшу, которые мне не нужны. Отдам кому-то. А ставлю себе именно карандаши самые лучшие, которыми я пользуюсь. Которые я люблю. Я не знаю, почему-то у меня везде есть выборка во всей косметике. А именно с карандашами я такого не сделала. Ну, вот сейчас сделаю. Покажу вам сводч. Конечно же, посмотрите, какой он. И он идеально подошел к помаде. Какой помаде? Вот к этой. От Шарлота Тилдори. Такая помада. Сейчас я вам ее покажу. Вот. Тут окошечко и такой цвет. Я, честно говоря, тоже ожидала, что она будет похолоднее. В общем, эти два продукта оказались более теплыми. Причем теплыми сильно. Тона на три, чем я ожидала. Вот. Нет, карандаш на один тон. Он, знаете, какой на свету, солнечном свете, он, конечно, менее теплый. А вот вечером в такое время, ну, просто очень-очень сильно теплый. Кстати, видео, которое снимала себе, там на мне была и эта помада, и этот карандаш. Можете посмотреть, вернуться. Это матовая помада. Когда я ее показывала, одна девочка, я увидела у нее. Мне показалось вообще-то, что эта помада не матовая, а что она такая как сливочная. Но она, оказывается, матовая. В общем, что-то я вообще нигде не угадала. Вот такая интересная кисточка. Посмотрите. Ну, чтобы прям удобно было вот так красить. Можно даже мне сейчас вот сюда нанести. И будет такой объемный, более рот, объемные губы. Красивая помада, легко наносится, ну, не стойкая. Вообще все такие помады, вот именно матовые, которые не застывают на губах, им легко испачкаться, я их так называю. То есть, нечаянно коснешься, как-то они прям быстро переходят на руку и на одежду, куда хотите. Вот имейте в виду при покупке такой помады. А так она мне очень понравилась, комфортная, приятная. Губы не сушат, особенно, когда наносишь на бальзам. Но на бальзам я не люблю наносить. Если только очень сильно промокнуть губы, если только так. Всем пока-пока.